Так, всем доброе утро, точнее, день уже сколько? 3.40, доброе утро Мы с Русланом, он сидит рядом, я не буду поворачивать камеру, потому что она у меня красиво установлена Робот, почти Руслану на Новый год подарили сертификат По лепке свечек Как называется? Производство свечей И мы сейчас поедем Делать свечки Мне кажется, это так же круто, как и лепить глину Там было на выбор два варианта Либо свечка арома, либо вида чего-то Мы выбрали арому Потому что, что? У меня так уже где-то штук, будет 11 Ну и все, короче, едем На улице погодка такая, знаете Приятно Здравствуйте, какие у вас ожидания от лепки свечек? Я очень надеюсь, что там будет большой выбор всяких арома масел Которые можно будет интересно замешать Что-то необычное получится А так Не знаю Первый раз очень воодушевлен Спасибо Так, у нас еще полтора часа До этой лепки Поэтому мы идем в Парь Горького погулять Ни разу там зимой не был Посмотрим, как раз, что там За каток Мы хотели пойти на каток Но случилось похолодание Минус 30 И мы благополучно отменили все Вот, ну мы уже три года хотим покататься на коньках Большой компании И так все, никак не можем покататься Может быть в этом году все-таки удастся Но как бы непонятно пока Такая вот красота Вот это Шар весит 20 тонн Сейчас покажу Ну вот, вот Парь Горького-то Сфоткать? Смотри, не впечатляюще выглядит Да, сфоткай, пожалуйста Так, у нас еще целый час до лепки Поэтому мы идем в кафе Шкулина покушать Нам в эту белую дверь Приятно Сегодня приду для вас мастер-класс Сейчас, например, наш сегодняшний план На сегодняшний вечер Для начала мы с вами выберем ароматы У нас их очень много 19 штук Мы с вами подберем аромат, который вам понравится Потом я расскажу немножко про теорию Про сам воск С чем мы будем сегодня делать наши свечи Сделаем свечи И у нас будет время, чтобы они застыли Вы сможете посидеть, провести время, фотографироваться У нас сейчас фотка на золорой На память, чтобы у каждого осталась фотография О сегодняшнем приятном мероприятии На съемку Мы сегодня будем с вами делать свечи соевого воска Соевого воска это органически чистый продукт При горении не выделяет никаких химикатов В помещении, в котором зажигаются соевые свечи Могут спокойно находиться дети Беременные женщины Я сама очень люблю свечи из H&M Из H&M, из H&M, из H&M Очень все эти можно перечислять вечно Но, к сожалению, они все сделаны из парафина А парафин это продукт нефтепереработки При горении выделяют химические вещества Которые негативно влияют на нашу дыхательную систему Поэтому при выборе свечей Все-таки лучше советую вам ориентироваться На органически чистые материалы Это соевый воск, это кокосовый и пчелиный Понятно, что в любом случае Мы все когда-то уйдем из этого прекрасного мира И от того, что мы зажжем одну свечку из Зары Нет, и с нами что-то случится Но все-таки советую вам выбирать Что-то более такое полезное, скажем так Смотрите, фитили у нас бывают разные Все они белые и красные Для свечей в емкости Мы используем, как я вам уже сказала ранее Деревянные фитили Они выглядят вот таким образом И они разные по ширине С чем сравнить Вот, например То есть, видите, они разные и зависят от емкости, которую вы выбираете Например, если мы выбираем слишком узкий фитиль И ваша свеча слишком большая То получается мощности фитиля просто не хватает на то, чтобы прогреть всю область вашей свечи И у вас тогда будет образовываться лунка И вот здесь, например Вот в этой свече слишком узкий фитиль Также можете все посмотреть, потрогать Там видно, что прямо не хватает мощности, чтобы полностью прогреть Вот здесь правильно То есть остаются стенки и так все топится Я читал в интернете, что обязательно нужно сжигать, чтобы верхний слой полностью растаял Чтобы дырек не оставалось Да, это я вам уже скажу сейчас тоже обязательно Это называется эффект первой памяти Мы сегодня с вами выбрали, так, я скажу, по баночкам У меня вот такая Вам понадобится вот такой побольше А вам понадобится вот такой уже Также нам понадобится металлическое крепление, на котором мы будем фиксировать наш фитиль И кусочек двустороннего спотча Можно прям давить сильно во многих Его сложно сломать И вот у вас еще двусторонний спотч Вы берете двусторонний спотч, снимаете первый защитный слой И клеите вот на эту металлическую часть на основании, ровно посерединке Если вдруг у вас там сейчас что-то не получится, вы будете недовольны результатом, вы можете переклеить Не, у меня все ровно Вообще, есть специальные свечные красители Как раз они вот здесь расположены Они бывают тоже разных форматов Он очень прикольный на вид, как будто бы как плиточки шоколада Они даже из воска сделаны, что ли? Нет, это специальный краситель, просто для свечей Карамильный и розовый, и черный еще есть У меня розовый Что эффектом выглядит, черный или розовый? Ой, или серый? В черный Можно попробовать с вами сделать черный Я говорю, черный, кстати, мы еще не раз не делали Давайте попробуем Что нам понадобится? Нам понадобятся сегодня весы, сельмометры, которыми мы будем измерять температуру Пипетки для водоаромата и палочки, которыми мы будем вмешивать и краситель, и наш аромат Это ваш краситель Ну, вот эти свечи, например Я не проверяла у себя дома, я проверяла именно контейнерные емкости Я проверяла формовые Я поставила снежинку У меня комната, я не знаю, сколько там, квадратных Допустим, 20 квадратных метров И прям очень сильно пахнет Я захожу в комнату и очень сильно пахнет Формовые тоже делаете, да? С ароматами Да, я вас как раз уточняла Вечера по формату То есть мы обычно проводим по раздельности Отдельно в емкости, отдельно по формам И можете нажать еще раз, чтобы Когда поставите, нажать еще раз, чтобы был ноль Также нужно убедиться, что там были именно миллилитры Показатели Все, отлично Сколько надо грамм? Примерно 170 И вы можете для начала попробовать выдавать совсем маленький стольчик, у вас, в вашем случае, в вашем шарике Может быть, два-три Давайте такой, да, попробуем Кидайте И мешать Да, мешать круглого движениям И необходимо именно захватывать вот эти крошители Вот, отлично Меня как будто размешалось Да, в вашем случае можно еще добавить, потому что он такой прям совсем бледный А вы хотите какой цвет? Это прям ярко-розовый Ну нет, такой слегка Можно еще две таки щучки, которые вы уже добавили Давайте мы сами еще добавим, чтобы он прям точно был черный Через фиолетовый цвет, получается, проявляется Немножко, да Давайте розовый, давай еще добавим немножко Ушел с кучкой У нас есть, даже у воска есть нагрузка своя Которую он может вывести, вообще, в этой жизни Это не больше 10% аромата и красителя вместе взятых То есть, например, у нас объем 170, получается, миллилитров Получается, можно добавить не больше, чем там 17 миллилитров и красителя, и аромата То есть, мы ввели уже краситель, и мы можем теперь добавить не больше 15 миллилитров нашего аромата Если мы добавим больше, то воск у нас испортится Он потеряет свои свойства, которые помогут ему схватиться Это для начала добавить 10 миллилитров И посмотреть 10 миллилитров уже отчитывать на весах Да Вот то, что на кипетках, это обманчиво, эти риски Там кажется, что вы добавите много Но вот одна кипетка, это миллилитр всего Я прослушаю, сколько, наверное? 10 Давайте, на сейчас мы их добавим 10 Перемешаем и проверим интенсивность Если она вас устроит, то мы как бы оставим 10 Если вам захочется еще семья, мы сами добавим дотайна Держите И теперь круговыми движениями вводите аромат Вот можно в красно-розовом посмотреть, там прям такие разводы Да, есть Вот То есть нужно дождаться, чтобы их не было Нам необходимо обсудить ратурный режим Верхнюю кнопочку включения Также важно убедиться, чтобы там было на Цельсия 25,3 Да, и ставите прямо в стаканчик Сколько должно быть? Сейчас в течение 30 секунд, примерно, покажешь температуру в настоящее время Нам необходимо убедиться, чтобы температура была 60 градусов или ниже Так, мы можем с вами уже заливать наши свечи Смотрите, я советую это делать в той части Потому что стол мы двигаем И мы можем случайно их двинуть и свечи убедиться Все Вы можете еще немножко добавить А что я вам хотела сказать как раз про эффект первой памяти Значит, что это значит? Когда вы первый раз зажигаете свою свечу Она запоминает то состояние, на котором вы ее потушите Допустим, вы решили открыть новую свечу, зажечь ее Там через 5 минут она вам надоела Вы ее тушите И она прогрела только основание, например И все Она запомнит это состояние И каждый раз она будет гореть именно так То есть она не догорит до конца уже Да, то есть она будет с этой лункой как раз Поэтому для того, чтобы она горела у вас равномерно Как раз то, что вы сказали первый раз Мы ждем примерно час Но это зависит от вашей емкости Насколько она широкая То есть мы примерно 40-60 минут ждем Когда полностью она растопится Все, потом мы ее тушим И она запомнит это состояние И дальше, пожалуйста, хоть одну минуту, хоть пять Хоть три, сколько вы захотите И дальше столько вы ее и жжете Ой, вы видели лайфхак в ТикТоке? Сейчас, как показать-то Ну вот если свечка, например, грязная Вот тут Можно поставить фольгу вокруг Поджечь ее И фольгу сделать, чтобы маленький Как купол такой Как купол Я не видела ничего вообще И оставить на 10 минут И все, свечка идеально чистая Потому что воск расплавится И он вниз уйдет То есть свеча как новая будет А грязь вы имеете в виду? Ну, то, что на стенках остается Лишний воск там какой-то Вот это все То есть она будет как идеально новая Просто, ну, естественно, поменьше воска будет Короче, лайфхак супер Я в ТикТоке вид ТикТок наш и все Пахнет вкусно Ну класс, что у вас точно черный получился То я прям переживала, чтобы светлый получится Она мне подвинулась Ничего страшного Мы как раз сейчас феном исправили Не переживайте Я боюсь, я затративаю Нет, давайте я вас филиру Поживайте То потом вдруг расстроитесь Что не вы сделаете Здесь важно сильно не нагревать именно Птик Потому что он может поджечься Такое тоже бывает Так Так Прям классный я не получился И вам спасибо большое Очень рада была, правда, познакомиться Короче, мы вам пейся До свидания И вам до свидания О, ребят, вышли Мне пипец как понравилось Вообще супер Два часа пролетели супер незаметно Очень приятная девушка была Очень все интересно рассказывала В принципе, вообще ничего сложного не было Но Мне кажется, тут сыграла огромную роль Что была Очень интересная рассказчица Поэтому как-то все так интересно Быстро Короче, топ Я вообще всем рекомендую сходить на свечки У них, по-моему, скоро еще появится Из глины что-то Из гипса Из гипса Короче, вообще Тема, топ Как вам? Мне тоже очень понравилось Девушка супер Надо будет ее отметить Мы контактами обменялись Она классная, да Вот, она Ведет еще мастер-класс Я уже Попалил в инстаграме По изготовлению тортов Так что вообще универсальная женщина У них можно будет сделать формовую Свечу формы какой-нибудь там Головы тела женщины Ёлки, короче, разные Либо просто романтическую Да, либо просто И в форме девушки Или елки Тоже можно сделать ароматическую Короче, вот я Всем рекомендую Топ Я отмечу тут аккаунт девушки Перейдете, там все будет написано Это не реклама Так, все, я уже дома Вот, смотрите Моя свечка Мимоза и лилия Пахнет бомба Вообще просто Вам не передать Насколько вкусно пахнет Я очень рад Она сказала, что Она два дня должна постоять Ну, день Два-четыре часа Чтобы она внутри застыла Четко, плотно И завтра уже можно зажигать Ой, я очень рад Мне очень рад Вообще супер Ну, блин Упаковка, конечно, не супер клевая Но Зато пахнет будет просто бомбически Потому что запах Ядреный Ой, ребят Мне завтра придет новое зеркало За место За место, блядь Все, ДР Вместо вот этого У меня будет большое Короче, завтра покажу Распаковка будет И доставка Очень хотел давно Большое зеркало Поэтому Наконец Да Ой, боже Господи, боже мой Первые две части Ангел, Демон и Кот да Винчи Кот да Винчи вышел первым И потом вышел Ангел и Демон Как Центральная часть трилогии Всем привет Утро следующего дня Утро Утро Мне пришло зеркало Посмотрите, оно просто гигантское По сравнению с тем Смотрю Гарри Поттера И вот что хотел рассказать Собственно, я это зеркало Заказал на Озоне И там доставка была На сегодняшний день Воскресенье Типа с 3 до 11 вечера Думаю, ну, в принципе Воскресенье я обычно дома сижу Поэтому отлично И тут Как назло Я вчера лег в 3.30 Плохо спал В 9 звонок от курьера Естественно, я его не слышу Не слышу второй Который сразу потом Бесит свет Потом который Сразу же был Нет, мне тоже не нравится И вот, короче Третий раз звонит Я беру трубку Говорю, здрасте Извините, не слышал Как вы звонили В течение часа доставка будет Я такой, хорошо Только трубку возьмите Думаю, блядь Во-первых, пойдите нахуй Меня хамить с утра пораньше Во-вторых, доставка должна быть с 3, а не в воскресенье В 9 утра звонить мне Окей, я в итоге час не сплю Хотя очень хочу Потому что я боюсь проспать Звонит курьер Откройте шлагбаум У меня нет ключа шлагбаума Потому что у меня нет машины Я такой У меня нет ключа шлагбаума К тому же Типа Ну, вам все равно Внутрь два раза езжать не нужно Он И где нам встать тогда? Мои проблемы Вы курьеры, блядь Вы смотрите на карте Где вам встать? Меня вообще раздражает Еще недавно было Приезжал курьер С едой И такой, типа Я Либо спускайтесь за едой Либо платите мне за парковку Парковка, внимание Стоит 40 рублей Час То есть За 5 минут Которые мы будем доставлять 3 рубля Там, грубо говоря Ну, 10 рублей отдал Как бы Вот тебе за парковку Извините Короче, ладно Мне суть важна В общем, доставили у меня это зеркало С горем пополам И сейчас будем делать распаковку Я не знаю Как такое огромное зеркало Вообще распаковывать Но сейчас как-нибудь с вами Попробуем Тут вообще есть какая-то линия Мне кажется По этой линии нужно Оторвать Как вопрос А, там еще Еще одна коробка Наверное, лучше его положить Обалдеть Так, надо брать вот эту коробку Боже, она весит тонну Боже мой Посмотрите, какое вот это Милипусечка такая И вот это Слушайте, зеркало Вообще офигенное Стоило всего 13 тысяч рублей Я считаю Для такого огромного зеркала Это копейки Сейчас отклею все вот эти штукенции И готово Блин, я теперь могу нормально снимать А не вот Не вот так Ну все Чао-бамбина До следующего кадра Всем привет Вчера обнаружил, что у меня есть бонус в ЦУМе Ну и собственно я их потратил на новый диффузор Сейчас будем открывать Такая у нас коробочка Ароматик МОЗ Палки Боже, как все это Упаковали вот так Аромапалки И собственно Боже, еле распаковал Упаковали в 53 бумаги Вот такой вот маленький диффузорик Ну в принципе Мне огромный не нужен Сейчас поставим куда-нибудь Я не знаю куда Потому что у меня просто Свечей уже Миллиард Штук 10 Все уже пахнет и так Ну поставлю при входе Чтобы знаете Все гости заходили Так Как приятно у тебя пахнет Ну да Всем доброе утро Я сегодня встал В 6.50 Как-то так Оп И спать не хотелось Думаю Ну тогда не буду спать Потому что если я лягу То просплю до часу Решил такое себе Немножко Хотел сказать Устроить себе такое Утро со смыслом Но как бы Я посмотрел телевизор И сейчас буду делать себе Еду и яичницу Вот у меня чайник закипел Сейчас буду чай пить Потом мне нужно сходить на почту Отнести вещи Которые у меня купили В телеграм-канале И собственно На работу Вот Побрился с утра Как-то Свежак Не знаю Из их разговора стало ясно Что все, что говорила девушка Правда И теперь в полиции Появились новые подозреваемые Дюкс согласился активно Сотрудничать со следствием Рассказав полицейским всю историю Поставил сковородку греться Яичник у меня будет с луком Сладким, да, наверное Не знаю Да Сладким луком Потом С перчиком И с помидорками Ну все это обжарю Кину Яйца И еще шпинатик Вроде так должно Я же на диете сижу Ну вроде диетическом Ну я с утра ем все, что я хочу Но не считаю там знаете Сладкого газировок и так далее А вечером по минимуму То есть не ем там После 8-ми После 7-ми Чтобы хорошо спать И как бы жир не откладывался Вот Дошло до такого Что я купил сок себе Вот такой Самокат Виноградный Тут типа вроде нет ни сахара Ничего Просто свежевыжатый виноградный сок Калорийность 89 на 100 мл Нормально Но на виноградный сок не похоже Он какой-то Не знаю, странный Думаю замешать яйца В одном блюдце Чтобы просто потом Это удобно было вылить Ну Готово Так Добавляем чесночок Перец У меня вот такие еще Итальянские травы есть Их тоже добавим Так Смотрим Что у меня получилось Вот такой вот Завтрак у меня С чайком Да Свечку зажег Такая Знаете Немножко Для себя Утром Сейчас что-нибудь включу на ютубе Короче Вот либо про Жуткий конец молодоженов Либо вот Что-нибудь Короче сейчас Глянем Ну приятного аппетита Вам если у вас утро Тоже доброго утра Приятного аппетита Короче Кушаем В будильник блять Я уже давно не сплю Нашел случайно блогершу Алена Даст Мне понравилось Своё видео про похудение Актуально И чё-то Я начал как-то Смотреть Вот сейчас Лежу Гляжу Как я вам уже сказала Я сегодня с него студию Которая мы с вами поедем С трем часом Делаем на самом деле Так впервые У меня Ой время у нас сейчас Десять тридцать восемь Видно Видно Ой Сейчас ещё полежу Наверное минут пятнадцать И буду собираться уже На работу На почту Как-то лень пока Так Собрался Иду на почту Отправлять Вот эти вот вещи Одна посылочка В Екатеринбург Вторая В Сочи Сейчас уберём В такой вот пакетик Яндекс.Маркет Всё это И потащим Ненавижу Вот конечно Вот эти все почты России Но Придётся как-то Потерпеть Полчасика Всё это отправить И на работку Думаю зайти ещё В Старбакс Старбакс Старс Выпить кофейку У меня там есть баллы Мы короче были на какой-то тусовке В Доме культур И подошла подписчица Мы там что-то поболтали Пофоткались Она такая Я кстати работаю В Старс Кофе Я такой Так Давай бонусы начисляй Ну Начислил Пять тысяч Поэтому я вот на них Хожу кофе пью Да Такие вот полезные знакомства Вот Ну короче Всё Выходим Так Сегодня сейчас посмотрим Что за ароматиком Попользоваться У меня вот столько Знаете Тут Выбор огромный Сегодня хочу Вот этим У меня вот тут Томфорд Экстрем Они такие Ядрененькие Немного Но Вкусные Вот кстати Диффузор у меня При входе стоит Такой вот наборчик У меня симпатичный Выкинуть мусор надо Мой любимый Пухвичкем Идём на помойку Так Прибежал на работу Сейчас будем Работать Вот мой столик Компункта Я была в Дубае И я брала с собой Две книги Первая Это Всё что я знаю О любви Доли Олдертон И безумно богатые азиаты Кевин Кван Обе достойные Обе рекомендую И хочу сделать акцент Вот на этой книге Потому что было очень смешно Лежать на пляжу В Дубайске Читать книгу Всё что я знаю Любви И тонно наблюдать За мужиками Вкладка Ну что ребят Давайте зажжём Мою свечку Она Боже Пахнет Просто офигенно Сижу Короче Дома Решил Как-то Немножко Сделать Перестановку Потому что Мне надоело Я не знаю Просто Я хочу Вот этот шкаф Перенести В угол И как-то Чтобы Потому что Меня бесит Вот эта вот Вот эта вот Часть Пустая Я не знаю Я не знаю Бейся Я хочу Перестановку В комнате Но мне тупо Некуда ничего Переставлять Потому что У меня всё Впритык То есть Никуда Кровать не подвинуть Стол Телек Зеркало Я не знаю Новый Пылесос Пылесосит Хорошо Спасибо всем за просмотр Этот влог Закончен Такой обрывстве Нотки Немного На красивом Закате Вот Но спасибо Всем кто Посмотрел Смотрите Остальные Ролики Подписывайтесь На канал Всё До следующего Видео Целую Поставьте Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok